Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы, Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке сил обновления, познавшая радость и любовь, В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. Лев, 23 июня-23 августа. В этот период проявите заботу о сердце, печени и грудном отделе позвоночника. 23 июля, день Антония. Назван в честь преподобного отца нашего Антония Печорского. Он много странствовал по свету. Больше всего ему понравилось на Афоне. Обходя его монастыри, он удивился жизни в них святых отцов, которые, будучи во плоти, возвышались над человеческой природой, подражая в подвигах бесплотным ангелам. Он долго упражнялся здесь в подобном житии. Потом был отпущен домой в землю русскую. Он перенес подобный опыт в Киев, основав здесь лавру. В народе говорили, что сегодня наступил Антоний Громовержец. Славяне большое значение придавали грому, даже были приметы. В это время начинает цвести картофель, а в водоемах появляется большое количество рязки. Рязку использовали для удобрения. Ею кормили домашнюю птицу. В народе существовало поверье. Там, где находилась рязка, живут русалки. Сегодня старались не ходить к водоемам без особой необходимости, чтобы водяные духи не завлекли человека своими чарами и не утопили. Приметы. Много рязки в реках, озерах год плодородным будет. Если сегодня ночью началась гроза, к хорошей погоде. Если день Антония приходится на пятницу или среду, да еще гремит гром, рыбалка будет успешной. Стручки акации поспели, значит рожь созрела. Готовься к уборке. Артистка шоу «Большая разница» Света Агалка. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Доброе здоровье. Света, вы еще служите в театре? Ой, вы знаете, Геннадий Петрович, честно говоря, немножко такая для меня больная тема, потому что репертуарный театр сегодня не позволяет артисту, так сказать, выжить в Москве особенно. Поэтому артисты все больше идут работать на телевидении, в кино и антрепризы. Поэтому я сейчас служу в антрепризе при театре киноактера. Мы сейчас репетируем потрясающую комедию, которую издаем в конце апреля. Я вас обязательно позову. Это будет премьерный спектакль, комедия, режиссер Роберт Манукян. Пьеса замечательная «Три грустных мужа и один веселый». Так называется. Вот это действительно очень хорошо. А как вы питаетесь? Я вижу, вы стройная. Должны за собой следить, тем более Елену Малышу пародируете. Поэтому... Абсолютно с вами согласна. Руки мой теперь. Но помимо рук... Помимо того, что я пародирую Елену Малышеву и еще очень много различных героев, конечно, приходится следить за питанием. Я думаю, та актриса, которая скажет, что она ест все подряд, думает, что все-таки она будет лукавить. В репертуарном театре в настоящее время не работаю, зато я работаю в антрепризе при театре киноактера. Мы сейчас репетируем замечательный спектакль, скоро его сдаем. Я обязательно вас приглашу, но не на премьеру. Потому что на премьеру все еще выходят с глазами какущей кошки. То есть еще такой ужас в глазах. Хорошо, хорошо. Будет где-нибудь спектакль третий, четвертый, пятый. Я обязательно позову, когда уже будем более уверены. Спектакль называется. Очень интересно. «Три грустных мужа, один веселый». Наверное, неплохо питается, нужно целебная кулинария. Ну, в связи, конечно, с репетициями, график питания, в общем, нарушается. Хотя в связи с тем, что у меня есть проблемы с желудком, я все-таки стараюсь приготовить что-то себе... А что это за проблемы с желудком? Ну, я думаю, что многие артисты вам скажут, что у них проблемы с желудком из-за нерегулярного питания. Ну, гастрит. То есть как только... Воспаление в связи с оболочкой. Как только сбои в питании, как только это бутерброды и кофе... Ну, и только сбои в питании влияют на наши... на нашу слизистую желудка. Оказывается, эмоциональное состояние очень сильно влияет. Еще даже более сильнее, нежели питание. Это надо запомнить. Я даже скажу больше, когда я ходила к гастроэнтерологу, он сказал, один из рецептов – это философское отношение к жизни. Ко света. Потому что у вас... Ну, как бы, видимо, по психофизике вы, может быть, переживаете, да, или какие-то... Тут что-то там вот немножко начинает не так реагировать. И знаете, я скажу, что чем сильнее человек, тем он сильнее переживает, и тем он больше вредит своему собственному организму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok